Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хозяин АО». Известный писатель Стивен Кинг как-то сказал, что коты – это гангстеры животного мира. Тогда сегодня мы расскажем вам о целой маленькой банде. Город засыпает, просыпается мафия. Банда из шести карапузов и мамы-кошки ищет своих хозяев. Говорящее имя. Замурчательный кот спешит рассказать вам свою историю. Лучшие друзья. Дуси и Рыжик – коты для красоты. Кто сказал Гав? Бойкий карапуз разыскивает свою семью. Полезные советы. Как отучить кошку грызть комнатные растения. Также ищут свой дом. Подборка фото животных, которые не смогли принять участие в съемках, но которым очень нужен дом. Будьте осторожны. Спецотряд из шести хвостиков под предводительством кошки Муси пришел сегодня, чтобы завоевать все ваше внимание и поразить огромные дозы умиления. Каковы их планы? Взять штурмом ваш дом, захватить вас в плен и навсегда стать вашими лучшими друзьями. Ну что, испугались? Нет? Тогда просто посмотрите на этих карапузов. А вдруг кому-то из них удастся выполнить спецзадание – стать вашим питомцем. А если без шуток, то история этой кошачьей семейки не такая уж веселая. Если бы на их пути не встретились Ирина и Владимир, то неизвестно, что бы с ними произошло. Кошку Мусю нашли на улице вместе с новорожденными котятами, которым было всего несколько дней. Без помощи человека у них не было шансов выжить. Сейчас за их жизнью можно не волноваться, но им очень нужно найти постоянный дом. Вы только посмотрите на эти маленькие лапки, смешные носы и голубые глазки. Когда их достают из коробки, они начинают жалобно пищать и проситься к маме. А она мяукает им в ответ и тут же приходит. Муся очень заботливая и ласковая мамаша. Она оберегает малышей от всех опасностей и заботится о них как может. Банда пушистых котов уже готова захватить новые территории. Если вы решили сдаться в плен, звоните и выбирайте себе маленького бандита. А если у вас нет времени, чтобы воспитать из карапуза интеллигентную послушную кошку, возьмите красавицу Мусю. В будущем вам помогут со стерилизацией. Звоните. Многие люди с детства мечтают о пушистом друге, но не у всех были домашние питомцы. Так вот, мы с полной уверенностью заявляем вам, пришло время исполнить эту детскую мечту. Тем более, что кошки у нас сегодня такие, что просто загляденье. Есть только одна сложность – остановить свой выбор на ком-то одном. Знакомьтесь, это кот Мурчик. Ему около одного года. Его нашли на улице возле магазина стройматериалов. Про него точно можно сказать – кот с говорящим именем. Это самый настоящий замурчательный друг. Прекрасно относится к другим котам. Особенно он подружился с хозяйским котом Пушиком. Они примерно одного возраста и ведут себя как братья. Мурчик – очень ласковый и красивый кот, но в то же время очень подвижный и веселый. Временные хозяева даже в шутку называют его Феликс Азарник. Серо-белый, пятнистый, веселый и пушистый. Кому такого друга? Этот кот может и дверь вам открыть, и на телефонный звонок ответить. Ну разве не чудо? Отлично подойдет и для активной семьи с детьми, и для человека, ведущего размеренный образ жизни. Звоните, Мурчик с удовольствием вам ответит. Тише, не разбудите этих маленьких сонь. Они ведь так сладко спят. Пока они отдыхают, разрешите представить. Дуся и Рыжик. Им примерно по одному году, и они ищут своих хозяев. Рыжик – очень спокойный кот, немного ленивый и очень обаятельный. Он похож на кота Гарфилда из одноименного фильма. Ну и что мне с тобой делать? Люби, корми и никогда не брошай. Мы с тобой в отличном палате, потому что любим одно и то же. Меня. Что рассказать о Дусе? У нее непростая судьба. Недавно ей сделали операцию, так как она не смогла самородить. Она стерилизована, восстановилась после операции и готова к поискам дома. Если вы решили принять в свою семью сразу нескольких питомцев, берите Дусю с Рыжиком. Они и хлопот вам не доставят, и скучать ваше отсутствие не будут. Ну а если вам приглянулся кто-то один, забирайте. И такому варианту они будут рады. Звоните. Вы думаете, что настоящий сторожевой пес должен быть большим, клыкастым и лаять хриплым басом? Вовсе нет. Главное в собаке – это характер и храбрость. И тогда даже маленький щенок может стать настоящим защитником. И с гордостью сказать всем неприятностям лицо грозная гав. Этот карапуз как раз такой. Щенку около полутора месяцев посетил ветеринара. Обработан паразитом. Очень смышленый малыш смело бежит навстречу новым приключениям. Вырастет собакой крупного или среднего размера. Очень любит сидеть на руках, уткнувшись носом в щеку человеку. Он разделит с хозяином все радости и поможет пережить все трудные моменты. Только найдись, хозяин. Малыш очень ждет. Практически в каждой квартире есть живые цветы. Но если люди любят смотреть на них, то некоторые кошки не прочь подкрепиться таким витаминным лакомством, что обычно приводит к порче растения. А в некоторых случаях может нанести вред и здоровью мурлыки. Некоторые виды растений являются смертельно опасными для животных. Помимо интоксикации, вещества, содержащиеся в ядовитых цветах, угнетают работу сердечно-сосудистой системы, дыхательного центра, провоцируют мышечные спазмы, паралич мышечных структур, анафилактический шок. Многие виды фикусов вызывают ожог в слизистой желудке. Ротовой полости и горта они провоцируют острое воспаление в органах пищеварительного тракта. Приводят к поражению печени и почек. Почему вашего питомца тянет к цветам? Причин может быть несколько. Гиповитаминоз, нарушение метаболизма, заражение паразитами, отравление, нарушение пищеварения, компульсивные расстройства, скопление шерсти в желудке. Также заниматься вредительством питомец может от недостатка внимания или скуки. В таком случае вы можете просто приводить с кошкой больше времени или приобрести игрушки, с которыми она будет играть. Поедание цветов может быть своеобразной местью человеку, повысившему на нее голос или чем-то обидевшему. Маленькие котята, как правило, портят цветочные вазоны из-за любопытства. Пробуя растения на зуб, они изучают окружающий мир. К тому же малыши невероятно любопытные, игривы и любознательны. Поэтому комнатные цветы, в особенности анпельные растения или аны, могут привлечь их в виде игрушек. Прививать котику правильные меры поведения нужно с раннего возраста. Постепенно, но настойчиво. Кот должен понимать, что ему позволено делать, а что нет. Отучая питомца от пагубных привычек, в том числе и от поедания комнатных цветов, никогда не перебегайте к физическому насилию, грубости и крикам. Таким подходом вы только усугубите ситуацию и не добьетесь нужного результата. Если ваша кошка любительница зелени, предлагаем вам ряд советов, которые помогут решить эту проблему. Самое простое, что вы можете сделать, это закрыть кошке доступ к растению. Но этот способ не очень практичен, так как, во-первых, кошки физически очень развитые, и к тому же весьма любопытные животные, так что смогут добраться практически куда угодно. А во-вторых, смена места может навредить вашему зеленому другу. Следующий способ – обработать листья и стебли растений веществом, отпугивающим котов. Для этих целей подойдет лимонный сок или жгучий перец. Также можно использовать специальные средства для отпугивания кошек. Они продаются в зоомагазинах. Но стоит отметить, можно использовать нетоксичные вещества, которые не причинят вреда ни кошке, ни растению. Также вы можете обработать горшки соком чеснока, либо разложить на подоконнике сухие корки цитрусов, или поставить емкости с эфирными маслами апельсина, лимона или цитронеллы. Такие запахи также смогут отпугнуть питомца. Но не переусердствуйте, так как вы и сами будете чувствовать эти запахи. Чтобы обеспечить питомца витаминами и обезопасить цветы, предложите ему приготовленную специально для него траву, например, пророщенный овес. Либо вы можете нарвать свежую траву на улице. Кошке можно давать листья одуванчика, шпинат, подорожник, порей. Но помните, собирать ее следует подальше от дороги, и перед тем, как дать ее кошке, следует тщательно промыть под проточной водой и ошпарить кипятком, чтобы удалить микробы, бактерии и паразитов. Можно попробовать и дрессировать животных. Каждый раз, когда кошка будет подходить к цветку, можно громко хлопать в ладоши или же разместить на подоконнике специальные отпугиватели животных с датчиками движения. При приближении кошки они будут издавать звуки. Эти несложные манипуляции могут помочь отучить питомца портить комнатные растения. Но если ваша кошка по-прежнему упорно продолжает следовать своим привычкам, обратитесь к ветеринару-бихевиаристу. Две зеленоглазые красотки ищут дом. Возраст около 6 месяцев. Обработан от паразитов. В еде непривередливый. Очень ласковые и спокойные кошки. Звоните. ПОСТОВЛАВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то сказал, что счастье – это много всего, и обязательно кошки. Если в вашей жизни не хватает счастья, возьмите себе маленького друга. А мы с Пушиком прощаемся с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Расположение магазина на территории поликлиники предоставляет покупателям возможность, можно сказать, не отходя от кассы приобрести товар, который порекомендовал доктор. Вас приятно удивит огромный выбор товаров медицинского использования для дома, больниц и реабилитации, а также доступные цены. Рассмотрим товарный ассортимент немного подробнее. Такое устройство, как тонометр, необходимо в каждом доме. Оно поможет в любой момент осуществить контроль уровня артериального давления, а также вовремя реагировать на его изменения. В данный момент небулайзер стал появляться практически в каждом доме, особенно в котором есть ребенок. Благодаря ему лекарства доставляются в верхние и нижние дыхательные пути, устраняя очаг воспаления. Таким образом, лечение кашля и других проявлений заболеваний проходит более эффективно. Для диабетиков необходимость изменения уровня сахара в крови является ежедневной. Именно глюкометры помогут совершать это просто и безболезненно. В магазине медтехника представлен также обширный выбор ортопедических товаров. В эту категорию товаров входит бандажная продукция. Для реабилитации после травм и ушибов практически в любой области тела существуют бандажи различного уровня фиксации. В магазине представлена ортопедическая обувь как для деток, так и для взрослых, а также ортопедические стельки. Для профилактики и лечения варикозного расширения вен необходимо носить специальные антиварикозные изделия. Кроме того, в магазине вы найдете слуховые аппараты, аспираторы, термометры, медицинские грелки, аптечки, приспособления для полости рта, системы ионизации и очистки воздуха, а также многое другое. Приходите в магазин Медтехника по адресу улица Чайковского, 25. Здесь вы получите полную консультацию специалиста по тому или иному вопросу.